Добрый день, дорогие друзья! Хочу поприветствовать вас на шоу Оли Глукомоли. Меня зовут Милана Орехова. В какой-то момент мои друзья из «Спор день за днем», ссылка внизу, предложили мне сделать передачу, на которой я смогу поговорить о продуктах и рассказать широкой публике обо всем, что они хотели знать, но боялись спросить. Мне бы хотелось поговорить с вами сегодня о том, как в этом жестоком мире куча продуктов, вредностей, полезностей, информаций, в которые мы уже зачастую не то чтобы не ориентируемся, наверное, даже не хотим начинать это делать, как нам наладить свое питание, соответственно, своему образу жизни, чтобы быть здоровыми, счастливыми, получать удовольствие от жизни, от той еды, которую мы едим, как сочетать правильные продукты, как их выбирать и получать удовольствие, хэп-фан и все такое прочее. Вы, наверное, заметили, что у нас тут стоит какое-то количество подносиков, на которых лежат различные овощи, и, собственно, название нашей передачи «Оли Гвакамоли» отсылает нас к такому блюду, как гвакамоли, который мы сегодня в конце передачи приготовим. Немножко забегая вперед скажу, что у меня сегодня будут прекрасные гости, с которыми мы его вместе приготовим. Это для нее сейчас сюрприз, что готовить будет и она тоже. Но и съедим тоже в конце, это так немножко подсластить пилюлю не помешает никогда. Гвакамоли, строго сказать, не совсем салат и не совсем соус, это нечто такое среднее. В Мексике его используют с различными добавками. Мы сегодня его сделаем с луком, помидорами и кинзой. Я знаю, что кинза не у всех в почете, но лично мной эта трава очень любима за свой уникальный пряный вкус, который добавляет такой немножко южноамериканский привкус к любому блюду, который ты добавишь, особенно в сочетании с лаймом. Так вот, из этой вот прекрасной ягоды под названием авокадо мы сегодня приготовим в конце нашего шоу «Оли Гвакамоли» и с единицей с большим аппетитом. Чуть позже вы увидите, каким образом мы будем его подавать. Подавать ему кучу разных способов. Если возвращаться к моментам, которые я обнаружила, исследуя то, как питаются мои друзья, которым я помогаю с планами питания, я обнаружила, что очень многие из них, вопреки тому, что это достаточно известный факт о том, сколько нужно пить воды в день, многие из них ее не пьют. Для того, чтобы вода постоянно была в нашей жизни и в рационе, нужно ее просто держать рядом. Так же, как, собственно, невозможно съесть овощи, которых у тебя нет, так же и невозможно выпить воду, которой нет. И вот в напоминании о том, что воду нужно пить, вода и вообще это жизнь, так сказать, человек на 80% состоит из воды. И день нужно начинать тоже со стакана воды, желательно теплой. Но если нет привычки пить, начинать нужно хотя бы с какой-то. Не нужно сразу пытаться вести какие-то идеальные привычки. Для всего нужно время, и не всегда все удается сделать в первой попытке. Для того, чтобы вода, так скажем, стала вкуснее, можно использовать такие приемы, как добавить туда мяты, огурец, ягоды, которые вы любите. Можно добавить туда дольки цитрусовых, чтобы более такой свежий вкус получить. То есть экспериментируйте. Я думаю, что на самом деле многие, кто начинал экспериментировать со своим питанием, выходили действительно во вкус и начинали придумывать для себя какие-то собственные лайфхаки, которые помогают им вести более здоровый образ жизни. Если возвращаться к тем успехам, которые уже есть у подопечных у некоторых моих, то одной из совершенно уникальных моей подруги, история успеха началась даже не с того момента, когда она получила какие-то мои рекомендации, а с того момента, когда она отправляла мне фото всего съеденного выпитого за день, она начала сама себя контролировать. И за три недели у нее это вошло в привычку, у нее очень хорошие результаты. И даже с моментом того, что с овощами у нее была проблема, она не хотела их есть, не любила их, ей было сложно съесть то количество, которое нужно, мы, в принципе, разобрались. Многие жалуются, что набегу, им некогда поесть вообще в течение дня. У многих действительно работа связана с большим количеством командировок, переговоров, когда не отвлечься. Но и эта проблема тоже решаема. На самом деле, если опять-таки подойти осознанно и обдумать, что ты будешь есть в течение дня, что ты будешь есть в командировке, то есть не так, что там прыгнуть в сапсан, куда-то приехать, весь день сидеть на кофе, на переговорах и так далее. И один фрукт в день тоже должен обязательно присутствовать в рационе. Бананы продаются на каждом шагу, круглый год. Это хороший достаточно источник многих микроэлементов. Не нужно бояться бананов, как источника сахара и так далее, потому что я зачастую слышу такое банан, это сахар, их нельзя там, особенно вечером. Но при этом человек, ограничивая себя жестко, например, в употреблении фруктов и ягод, потом нападает на шоколад и загрызает его. И шоколад умирает жуткой смертью, причем сразу целая плитка. Любые строгие ограничения ведут к срывам. А срывы очень демотивируют. И питание – это 80% нашего успеха на пути к здоровым, красивым и счастливым нам. Не нужно думать, что это настолько сложно, что вы даже не захотите начать. Давайте начнем вот с полезной привычки. И было бы очень круто, если бы те, кто не начинает свой день со стакана воды, проснулся завтра, вспомнил передачу, если он ее сегодня смотрел, и хлопнул такие стаканчики теплой водички, можно туда добавить лимона, если вы хорошо относитесь к цитрусовому дощак, если не очень хорошо организм переносит. Конечно, не нужно следовать никаким рекомендациям, которые не основаны на вашей индивидуальной усваиваемости. Это рекомендации, потому что не нужно давиться сельдереем, если вы его не любите. Но вы можете попробовать его полюбить. Если так и не зайдет, тогда не нужно себя насиловать. Нужно продолжать искать те продукты, которые доставят вам удовольствие. Вот один из моих любимых продуктов, естественно, авокадо. Поэтому передача, в общем-то называется, он не кукамоле, я считаю, что непереоцененный абсолютно продукт. Там действительно очень много полезных жиров. Он красив, вкусен. Его можно сочетать в любых блюдах. Он может быть в горячем виде, может быть в составе салатов. Он может быть в составе десертов. Потому что у него чудесная текстура. Если его довести до состояния мусса, то можно сделать очень вкусный десерт. И если заинтересует эту тему дальше, мы можем в принципе в каждой передаче дальнейшей развивать тему авокадо и его использование в конкретных блюдах, даже с какой-то рецептурой подробной. В том, чтобы выглядеть хорошо, чувствовать себя здоровым, красивым, потянутым, счастливым, это правильное питание. 20% остаются нам на спортивную нагрузку. Ну, там еще какой-то есть процент косметологии, массажа и всего остального. Но это уже скорее к области здоровья. Совсем в такой плоскости лежит то, что вы с чужой помощью делаете, а то, что вы делаете сами, это спорт. Так вот, возвращаясь к спортивным нагрузкам, спорт это не только ходить на групповые тренировки в зал или самому тренироваться на гантели, это заброшенная скакалка. И для тех, кому скучно ходить в зал, для тех, кто не хочет бегать, для тех, кому противно аэробика, зал, гантели, гири и так далее, есть много всяких, во-первых, есть игровые виды спорта, а во-вторых, есть чудесные борды, которые каждый сезон есть свой борт. Сейчас у нас скейтбордисты, зимой у нас были сноубордисты, летом у нас будут кайтсерферы, серферы, вейксерферы, сапсерферы. Я хочу позвать сейчас Сашу Слесареву, мою хорошую подругу, человека, которого я очень люблю, уважаю, которая катается на всем, что катится. Добро пожаловать, дорогие гости, добро пожаловать вам, добро пожаловать нам. Пару слов ты расскажешь о себе и о своих досках, у тебя же написано. Часа на три разговор, ну да. На самом деле, та доска, на которой каталась вчера, называется Йо Сёрф, Йо Сёрф это как Your Own Way, это серф скейт, у которого расшатана передняя подвеска, и что позволяет, собственно говоря, имитировать на асфальте движение по волне. На ней очень классно кататься в пуле, на ней очень классно кататься в парке, в рамке и так далее. И в принципе, когда ты едешь, тебе не надо толкаться. То есть все движение происходит за счет того, что ты виляешь бедрами, смотрится достаточно эстетично, особенно если не махать сильно руками. Ну и в принципе, можно уехать достаточно быстро. Подруга пусть догоняет. Я надеюсь, что в ближайшее время подруга немножко поменяется. Я люблю бег, поэтому я могу за тобой бежать легко. Когда мы сейчас приступим потихоньку к приготовлению гакамоли, я беру плод авокадо. Когда мы выбираем авокадо в магазине, мы должны посмотреть, что на нем нету совсем каких-то ужасных темных пятен. Он должен быть довольно мягким, но не слишком, потому что совсем мягкий плод, это уже плод нехороший. Ты только узнала в порядку какого рода эксперимента. Только опыт на самом деле приносит нам плод хорошего авокадо. И мы его разрежем на половинки. Понимаете, туда кость. Здесь у меня с первого раза по муществу прием. И сделаем то же самое со вторым. Собственно, хороший спелый авокадо, он такого цвета. Он может быть чуть более темный. На самом деле порядка, я не знаю, по разным источникам, то ли 100 разных сортов авокадо. Какое-то очень большое количество. У нас на самом деле тоже несколько разных продаются. Они бывают еще такие более продолговатые. Это немножко другой. Есть еще авокадо Хаса, такой темный. Есть авокадо вообще такого достаточно большого размера. Они все в разную цену. Тут главное его спелость, чтобы он из спелого не превратился в гнилой. Не получается, да? С второго раза не получается. Милана сейчас отрезала. Уже сделает гуакамолу своими руками. Гуакамолу. Надо все окружить. Так, ладно. И, собственно, спелый авокадо, он не является в том, чтобы запихивать его в блендер и перемалывать его этими жирновами жестокими. Его можно будет просто раздавить вилочкой. Я вот сейчас предлагаю ему, что я сейчас его порежу кусочками. А я пока один съем. Или я тоже о чем-нибудь поговорю с радостью. Давай поговорим, например, о том, что мешает тебе полностью иметь здоровый... Подожди, подожди. Об этом мы рассказывать в эфире не будем. Саша у нас пиар-директор отеля Софитель. Нашего любимого. Софитель. Самый лучший красивый террасы в городе. Я уже жду, не дождусь. Считаю, дни, когда же наконец она откроется для нас. И, естественно, график... Для вас. Рабочий график Александры, он достаточно жесткий. И зачастую, возможно, нет времени полноценно покушать. Когда я иду на тренировку, мне очень хочется что-то съесть. Потому что, как правило, после рабочего дня, покуда я добираюсь до спота, будь то катер, или вот сейчас недавно начала кататься в пуле, здесь мегадебенка с Вознесенского ехать час-полтора, мне очень хочется есть. Я не хочу съесть что-то, что начнет отягощать меня, мой желудок, особенно в воде. Ты понимаешь, что это такое? Это ощущение, когда ты падаешь в воду, и тебе уже не хочется там ничего. Ну ладно, это редко, когда не хочется. Чтобы съесть такое перед тренировкой, чтобы зарядиться бодростью. И чтобы съесть такое после. Потому что физическая нагрузка, все дела, вы же сами себе понимаете. Тут много вариантов, которые после тренировки, даже, в принципе, и банан подойдет до тренировки. Я тогда бы посоветовала, например, держать его всегда в машине. Но тут главное, чтобы ты все сразу их не съела. Так. Запастись батончиками, сейчас много продается всяких органически хороших батончиков, которые сделаны без добавления туда сахаров. То есть это сухофрукты, как правило, перемолотые с орехами в различных вариациях. Там может быть кероп добавлен. Для того, чтобы... Что? Кероп. Это... Я не понимаю по-машински. Кероп? Кероп. 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 Плоды рожкового дерева. Порошок, который имеет вкус шоколада и заменяет, в принципе, какао в других блюдах более здоровых. Очень часто используется в различных сыроедческих десертах и так далее. Сейчас куча продается в различных даже после заправки зайти в магазин видов батончиков. А вот те из них, которые там всякие смусли, там, на стлее и так далее, это такая продукция, которая не стоит. Так. Я ккину. Я зашла и сразу. Ну, я не знаю, стоит ли прям так рекламировать людей, которые там за это не платят. Это только начало, простите меня. Ну, собственно говоря, у меня есть дочь 7 лет, которая, естественно, очень любит различные вредности, поэтому мы с ней договорились, что мы будем в кейсе из сладкого убирать более-менее полезную еду. И есть очень большая линейка различных таких вот батончиков байтс. Кстати, байтс, я знаю, это наши катающиеся братья байтс уважают, я даже видела, у нас поддерживают. это достаточно калорийное, но при этом это полезные калории, которые нужны. Только единственное, что полезно, чтобы было это максимально для тебя, не забывай читать состав. Если у вас есть какие-то аллергии и непереносимости, то лучше как-то изучить повнимательнее. Как правило, там в составе различные виды орехов, в том числе всякие экзотические, вроде пеканов, макадамии и так далее, плюс различные сухофрукты, там, с чимосливом, с курагой, с финиками. Вот, кстати, финики тоже отличная замена, допустим, каким-то конфетам. заменять. Но, собственно говоря, если очень хочется, то нужно съесть шоколад и успокоиться. Может быть, когда тебе ее хочется изначально, ты ограничишься кусочком, а если ты будешь о ней мечтать несколько недель, то после этого можно очнуться где-нибудь в кондитерском магазине, на кассе с тортом. Я могу очнуться, но после другого. А ты мне скажи, вот хорошо. И еще есть роу такие батончики. Роу. Тоже у них с кокосом, со всеми. У них, как правило, в одном батончике меньше ингредиентов, чем в бальцах. То есть у них там два-три. Они такие более чистые. Роу. Ну, как роу. Да, как роу. Грубые батончики. А скажи, вот я не могу, например, батончик съесть насухо. Я не могу с водичкой. Мне нравится с кефиром. Насколько полезно вот это. Я очень просто люблю молочку. Милана за это меня, наверное, тихо ругает. Ну, как-то... Громко ругает. Громко ругает. Но насколько... И еще такой важный вопрос. Мне еще нужно обязательно выпить кофе, чтобы от подбить. Ты целый день кофе себе. Тогда я советую тебе сделать так. Ты берешь себе кофе, который ты любишь, добавляешь туда любое растительное молоко. Так. Вкус, которого тебе не отвратителен. Растительное молоко это молоко кокосовое. Кокосовое, миндальное, соевое. Так, хорошо. Перетренировка понятно. После тренировки вот я... Ладно, давайте оставим для того, чтобы немножко тоже такой образовательный функций, не только же развлекательный. Чтобы, значит, кататься на всех там досках, ну, прям на всех, на всех. Неважно. Нужно держать себя в хорошей физической форме. Ничего вам не даст такой мощный кракас, там, мышечный, как спортзал. И, естественно, мне не скучно приходится. Я люблю спорт, хожу в спортзал, помимо того, что каждый день на чем-то там рассекаю. И существует такое поверье, там, где-то я прочитала, условно говоря, что после тренировки есть нельзя. Ладно, до тренировки мы определились есть можно и даже нужно. Это понятно. А вот после сколько должно пройти? Я даже сидела секундомером. Если ты очень хочешь есть, то намного вреднее голодать. Так. Я советую тогда закинуться хотя бы бананом. После тренировки. Если нету возможности. Да, потому что на самом деле меня лично очень смешат всегда люди, сидящие с контейнерами в раздевалке спортзала и таким шкафчик запрятываешь. У нас в спортзале такого нет, я не знаю, как у вас. На самом деле, опять-таки, цель, которую ты преследуешь при походе в спортзал, ты скидываешь вес, ты набираешь мышечную массу, ты вообще укрепляешь какое-то действие оказываешь. Очень зависит все от этого. Плюс я, например, сторонник функционального тренинга с собственным весом. То есть РИКСы различные, различные тренировки, там, какая-то кардио-нагрузка, такая, силовая кардио, опять-таки, с собственным весом. И если у тебя нету такой цели, что ты там хочешь быстро похудеть, хотя вообще быстро похудеть не стоит, не стоит. Все нужно время, чтобы это все правильно происходило. Всегда наш камень преткновения – это завтрак. Она говорит, надо начинать с завтрака. И тут у нас начинается такой спор. Хочу сказать о том, что люди катающиеся, особенно люди катающиеся неработающие, это такая отдельная это такая дрем-категория, они утром начинают прямо, собственно, выходят на воду, когда флет, особенно это касается вейксерфинга, или там, например, если прогноз стоит на утро, они уже прям с утра в 5 утра позавтракали, в 7 утра уже снят на лайнапе. А чем они позавтракали? А я как бы, мой завтрак – это обязательно молочка, потом что-нибудь солененькое, что-нибудь сладенькое, и как бы это так часа на полтора растягивается. У тебя, короче, каждый раз бранчик используется. Да, у меня такой, чем нужно, как можно позавтракать так, вот расскажи, наверное, мне бесполезно, потому что у меня вот убеждения уже, а вот людям, которые интересуются, чтобы перед физической нагрузкой, просто позавтракать. Если касается того, что ем я, например, а я тренируюсь через час до завтрака, я ем овсяную кашу на воде, я могу добавить туда немножко ягод и убиваю в чашку кофе. Кому-то такой завтрак покажется достаточно скудным, кто-то не любит овсянку. Очень неплохой завтрак, это кусочек большой достаточно, ломать, 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 лапать, лапать, ржаного хлеба, учитывая, что это ржаной хлеб, может, лапать, ржаного хлеба, то есть, нужно следить за количеством и шеничными, которые вы употребляете пищу ржаной, хлеб полезен. Да. Хлеба с дрожжами бояться тоже не стоит. Я не пойду, не бойся, это не страшно. Например, с половинкой авокадо и пару вареных яиц. Такой достаточно мощный, как калоражу, энергетический, емкий, хороший завтрак, который, в принципе, придется по вкусу, наверное, большинству людей. Почти все любят яйца, почти все любят хлеб и почти все, я надеюсь, любят авокадо. Те, кто не любят авокадо, мы им сочувствуем, зачем вы смотрите за передачу? А как же обойтись без молочки? Я вот не могу. Какую молочку ты хочешь есть? Я хочу, я даже если, например, у меня нет под рукой, как бы так, что не надоили, там, я не знаю, не привезли, не подвезли йогурт или кефир, если я, например, завтракаю где-то там, не знаю, в отеле это ладно, у нас вот этот прекрасный завтрак. Между тем, если я завтракаю где-то совсем прямо в пути, вот в каком-то ресторане, где не подают завтраки, я прихожу, первым делом выпиваю стакан, ну, после стакана воды, это ты меня научила, выпиваю стакан молока, я не могу, вот мне нужно, мой организм не может проснуться без молочки, в каком бы состоянии. Ты уверена, что ты без молочки не можешь проснуться? Не могу, вот не могу отказаться от молочки, что бы ты посоветовала? Ну, тогда кефир пей свой. Кефир с утра, значит, стакан кефира. Только вот, единственное правило, мы не будем сейчас спорить, о том, нужна ли молочка взрослому человеку. иначе подеремся. Нужна, да, иначе подеремся. У меня, кстати, нож, вилка у меня есть. Я буду тебя бить сельдереем, Милана. Ты стала не по угробам. Кстати, подожди, а что у нас пахло клопами? Это моя любимая тема. Говорят, ладно, что кинзу пахнет клопами. Я не знаю, это не у меня существует, это люди, которые не любят кинзу, говорят, что она пахнет клопами. Я не знаю, где они нюхали клопов, но, по моему разумению. Алексей Ренар, наш друг, он парфюмер, я думаю, может, нам расскажет побольше, как бы, по запаху клопов непосредственно. Ладно, кинзу пахнет клопами. возвращаясь к молочным продуктам, единственный совет, который я могу дать, и который будет действительно полезен, это совет употребления молочных продуктов, они не должны быть холодными. Так. То есть, это должна быть, как минимум, комнатная температура. Так. Что творога, что кефира, что йогурта. Не достал из холодильника, съел, а все-таки, там, каким-то образом, там, под теплую водичку поставить, оставить себе свечером. Поставить свечку? Поставить свечку, поставить свечку, да, съесть ложкой, можешь руками, там, не знаю, что ты ешь, и как. Я не хочу, что ты ешь молочкой. Да, ну ладно, нет. Поэтому, поэтому, что можно, можно употреблять молочку комнатной температуры. Хорошо. На молочку получили благословение. Если тебя тянет, прям, съесть сладкое, помимо тех сахаров, которые ты и так из пищи получаешь, наверняка, значит, нужно разбираться с тем, что твоему организму не хватает. И этому я уже... Мы до утра будем сидеть, что же мне хватает. Вопрос ни одного дня. У меня хватает ветра, не хватает пол, теплой воды. Сахар зачастую нам помогает получить полезные эмоции. Как правило, у людей вообще, в принципе, все проблемы, связанные с едой, это расстройство пищевого поведения, полученное в детстве. Это когда мы все свои неудачи заедаем, мы все свои победы отмечаем, и вообще, всячески поощряемые родителями, и обществом, с помощью еды. Это такой путь, как бы тупиковый, он как раз таки приводит к расстройству пищевого поведения. Но когда они особо тяжелые, эти расстройства, то нужно уже обращаться к специалистам, к психологам. Это не вопрос диетологии, не вопрос самоконтроля. То есть нужно понимать, что это действительно заболевание, которое уже специалист должен помочь тебе исправить каким-то образом. Но мы не будем сейчас о грустном, у нас уже готово. Ух ты! Прямо передача «Смак». Это не самое полезное, в принципе, как употребить галкамоле, креветочные чипсы, но зато очень вкусное. Мы же говорили об эмоциях, и они такого нарядного. Ты выиграла недавно в конкурсе «Сережки». Планирую. И все, это еще раз. Ну да, прекрасно. Мне кажется, кто-то вешает лапшу на уши, а кому вешают лапшу на уши? Чипсы креветочные. Так, спасибо. Я уже набрала. Как пиар-друзья мои. Пиар-друзья. Пар-друзья. Мне кажется, я немного переборщила с луком. Собираешься с кем-то? Потрясаюсь. Сегодня нет? Подожди. Деталь. Соль. Черная соль. Милана, расскажите историю про соль. Мне кажется, подпищите. Да, у меня есть чудесная, волшебная черная соль, которую мы делаем из морской соли и высушила черных оливок. Есть определенные сочетания, которые делают усиление вкуса естественным путем. И вот как раз эта соль из черных оливок это как раз тот вариант. Как-то раз после гастрономического ужина Саша попросила меня эту соль отсыпать ей домой. Мы насыпали ее в маленький пакетик, после чего пошли в пункт. Прозраченки. Да, и когда мы начали рыться в сумке в поисках чего-то, Саша вытащил этот пакет с черной солью. Прямо перед охраной? Странно выглядел. В общем, теперь эта соль у Саши дома и она ходила на Джона Дикуда. Да, соль ходила на одну посмотрите на нее. Теперь я тоже, пожалуй, очень много внимания. Она смотрела выступления, слушала Кабасинс, потому что это причемен, что соль заряжена на танце. Думаю, пожалуйста, у нас тут все, мне кажется, я тут поприкасаюсь пока что к нашей растительности бурной. У нас все расцветает. Чтобы остановиться, нужно гиацинты. Гиацинты тоже сезонные. Кстати, я не удивлюсь, Милана, если ты эти гиацинты приготовишь на следующем ужине. Могу хоть сейчас попробовать. Сейчас, да. Это уже тема как бы отдельно. Смотрите в следующем выпуске. Милана готовит саоте из гиацинтов. Всем гукамоле, друзья мои.